Прощай, епископ Святой Николай! Здравствуй, эльф! Позже, в 19 веке, иллюстратор Томас Наст превратил Санта-Клауса в того персонажа, которого мы знаем до сих пор и видим на рождественских открытках. В того веселого толстяка с бородой и трубкой, в которого и верят дети. А во время Гражданской войны 1860-х годов он нарисовал серию патриотических картинок для журнала, где изобразил Санта-Клауса на стороне Союза. И он изобразил его с лицом того доброго дедушки, которого все знали по ночи перед Рождеством. И с тех пор, что бы Санта-Клаус на себя не надевал, в какой бы стране он ни был, у него всегда будет то лицо, которое дал ему Томас Наст. А с другой стороны, Санта-Клаус не кто иной, как взломщик. Этот старик проникает в твой дом и беспардонно нарушает неприкосновенность жилища твоей семьи. Странно, если подумать, но мы рассказываем детям о том, что у них в спальне появился старик, а они должны ему обрадоваться. Когда наступало Рождество, обязательно приходил Санта. Он появлялся около шести часов вечера, после сауны и ужина. Он всегда производил много шума. Стучал по стенам, стучал в дверь, громко топал ногами, возился в трубе. У него была палка, которую он потрясал, как обычный старик. А когда Санта-Клаус спрашивал, здесь живут хорошие дети, мы всегда очень пугались и прятались за маму. Это было очень смешно. Санта-Клаус приходил и, присаживаясь, спрашивал, хорошо ли Катя себя вела. А когда я отвечала, да, я вела себя хорошо, то еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Индустриальная революция вскоре коренным образом изменила отношение общественности к Рождеству и Санта-Клаусу. Буржуазия отказалась разделять ценности низших слоев общества. Религиозным обычаям в обществе, связанным с Рождеством, таким как пение песен на улице, гуляние, бражничанье, ношение масок, постепенно пришла на смену замкнутая ячейка, семья. Накрытый дома стол, а не улица, только ваш дом, а не весь город. Новый праздник по-новому, только среди своих. Бедняков действительно стали держать на расстоянии. Люди не хотели на них смотреть. Видимо, им хотелось, чтобы они стали лучше и благоразумнее. А буржуазные семьи стали очень важной частью общества, разбогатев за счет рабочего класса, как описал это Маркс. Так вот, для буржуазных семей Рождество стало важной ежегодной встречей, на которой люди поздравляли членов своей семьи, демонстрировали всем свои достижения и удовлетворяли запросы детей. В определенном смысле произошел переход от религиозного праздника к семейному. Раньше на Рождество не собирались всей семьей ни в Англии, ни во Франции, ни в Соединенных Штатах. Псалтырь Гугенотов Протестанты запретили католические религиозные песнопения и заменили их псалмами Нового Завета. Не случайно английский писатель Чарльз Диккенс написал рождественскую песню. В этой повести сказки он описывает общество, разделенное на богатых скупердяев и бедных, но благородных людей. История о том, как один из жадных богачей становится лучше после того, как его посещает призрак и заставляет осознать, что щедрость и великодушие спасут его душу от гибели. Он читал эту повесть в Бостоне, в Париже и, конечно, в Лондоне. И люди стремились услышать его. В Париже люди рассказывали об огромной очереди, стоявшей в середине зимы перед британским посольством. Люди выходили в слезах. В Бостоне жил состоятельный бизнесмен по имени Фейербэнкс. Прослушав рождественскую песню в исполнении автора, он решил на Рождество угостить своих работников индейкой или гусем и позволить им взять в этот день выходной. Тогда Рождество не было праздником. Идея английского гусиного клуба очень интересна. Она заключалась в том, что начальники заставляли своих работников откладывать в течение года деньги, чтобы достойно встретить Рождество и купить гуся – традиционное блюдо этого праздника. Рождество Такое представление о Рождестве, объединяющем нравственность, религию, веру и американский подарок в виде фигурки Санта-Клауса, сложилось в 19-м веке. А поскольку все начиналось с подарка, то, соответственно, кто-то должен был этот подарок принести. Сначала этот кто-то, приносящий подарки, зависел от того, где вы жили. А потом он стал един. Он стал Санта-Клаусом, и его знали повсюду. Американский Санта-Клаус стал также большим коммерческим проектом и захватил рекламный рынок. Санта приобрел мировую известность благодаря… угадайте чему? Универмагам. В то время они набирали популярность и сделали Санту своим продавцом номер один. Между двумя войнами Санта-Клаус идеально подошел для рекламы новых продуктов. Прежде всего, для взрослой аудитории. Он стал таким довольно грубым и несговорчивым наглецом, потому что его использовали для продажи в основном сигар, крепкого алкоголя и доступных женщин. Появились вот такие фигурки и картинки. Но долгое время Санта-Клаус осуждали по другому поводу. Для карикатуристов 20-30-х годов он был двусмысленной фигурой. Это был Санта-Клаус для богатых, а никак не для бедных и безбравых. Среди немного грустных карикатур есть одна, очень красивая, изображающая ребенка на крыше дома в Париже, окруженного лесом и струб. Она называется «Ночь уносит прочь надежду». На ней ребенок видит вдали белую тень Санта-Клауса, верхом на его ослике, и говорит «Он не вернется, ему стыдно, что из наших труб не идет дым». Иногда Санту рисовали зеленым цветом, иногда красным. Остались свидетельства этих колебаний. Мы видели даже серого Санту. Он менял свой цвет несколько раз. Сегодня, и это можно проследить, традиционный цвет Санты – красный, а эмблемой армии спасения стал зеленый Санта. Да, Санта-Клауса вовсю использовали самые разные компании. Самой известной была Кока-Кола. Но Кока-Кола не придумала Санту, они просто использовали его. Тогда Санта-Клаус на это согласился. Он очень хотел быть знаменитым. Понимаете, в то время Святой Николай был очень известен, а Санта – нет. Кока-Кола стала его спонсором и принесла ему славу. Это было выгодно обеим сторонам. Этот период распутья длился до 50-х годов 20 века, пока Санта не одержал верх. Но Санта-Клаус стал таким влиятельным, а Рождество – таким важным праздником, что у них появились недруги. И одним из них стал тоталитаризм. В Советском Союзе после революции празднование Рождества как буржуазный пережиток было отменено. Коммунисты решили вернуть к жизни нерелигиозного персонажа Деда Мороза – зимнего волшебника из славянского фольклора. В советские времена Деда Мороза сделали похожим на синего Санту. Он тоже дарил детям подарки, но не на Рождество, а на Новый Год. Разумеется, образ Деда Мороза был использован для прославления революции и рабочего класса нового строя. Другим тоталитарным режимом, решившим использовать Санту в своих целях, стал нацизм. Когда нацисты пришли к власти в 1933 году, первым делом они решили присвоить себе праздник Рождества. Нацизм должен был ассоциироваться со всем хорошим, что есть у этого праздника. Так СС пытались придать Рождеству языческие черты. Хотели изменить дату праздника с 25 на 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Но это встретило весьма сильное сопротивление немецкого народа. Когда они пели «Тихую ночь», то они хотели, чтобы в тексте гимна упоминался Гитлер. Еще до начала 40-х годов Санта оказался на стороне людей, боровшихся с нацизмом и Гитлером и в Германии, и в Альзасе. Появились карикатуры, на которых Санта-Клаус изображен с нацистскими знаками отличия и другими атрибутами пропаганды нацистов. После вторжения нацистов почти 6 миллионов военнопленных из оккупированных стран Европы были угнаны на работу в Германии. Во Франции этому способствовало консервативное правительство во главе с маршалом Петтеном. В 40-х годах маршал Петтен получил практически неограниченную власть. Он мог пользоваться любыми ресурсами, в том числе и образом Санта-Клауса. И он сделал две вещи. Сначала написал письмо детям от имени Санта-Клауса, он притворился сам. А потом он сделал кое-что совсем отвратительное. В 1941-м он организовал конкурс писем для детей военнопленных. В каждом государственном образовательном учреждении выбирался один победитель. Идея была простой. Дети писали письма своим отцам. И отцы тех, кто победил в конкурсе, возвращались из лагеря для военнопленных домой во Францию, на Рождество. Но проблема заключалась в том, что потом их отправляли назад в лагерь. В послевоенные годы универмаги нанимали Санта-Клаусов тысячами. Но сначала эти Санты должны были пройти обучение в новой школе для Санта-Клаусов. Во Франции Санта стал по-настоящему популярен после Второй мировой войны. В это время родителям хотелось побольше баловать своих детей. В канун первого послевоенного Рождества Тино Росси спел песню о тысячах подарков для маленьких детей. Повсюду открывались новые фабрики игрушек, игрушки стали дешевле, и родители стремились порадовать ими своих детей. Но где живет Санта? Приходили слухи, что рядом с Северным полюсом. Но где именно? В Канаде, Индиане, Гренландии или Лапландии? Официальная деревня Санта-Клауса была открыта в 1985 году рядом с финским городом Раваниеми, прямо на полярном круге. Она стала крупнейшим тематическим парком в мире, посвященном Санте. Каждый год туда приезжают около 500 тысяч гостей из разных стран, разного вероисповедания и не только христиане. Привет! Добро пожаловать! Привет, привет! Проходите! Доброе утро! Как проживаете? Хорошо. Садитесь, садитесь. Не бойтесь, не бойтесь. Здесь только я. Не волнуйтесь. Так, давайте сфотографируемся. Внимание! Я в списке плохих детей? А ты как думаешь? Надеюсь, нет. Санта, я, наверное, в другом списке? В другом списке. Ладно, я все понял. Так, если ты немного постараешься, то попадешь в список хороших. Значит, я в списке плохих? Возможно. Кто знает. А ты сам-то как думаешь? Как тебе кажется? Я хорошо себя вел. Так, это замечательно. Отличное начало, отлично. Продолжай в том же духе. Санта сам должен быть в списке плохих детей. Ведь он обвинил его в появлении неврозов у детей, которых заставляют верить в старика, чье существование вызывает сомнения. И постепенно языческий праздник и христианское Рождество начали по-настоящему конкурировать друг с другом. Епископы порой обращались к своей пастве со словами «О Санте больше не говорим». В 1951 году в бедном округе Дижона группа прихожан осудила Санту за потребительское поведение и конкуренцию с Иисусом. Они сделали чучело Санты и сожгли его. Этот акт совершения казни Санта-Клауса в Дижоне можно также интерпретировать как акт самопожертвования. Он напоминает действия, происходившие во время Сатурналий в Древнем Риме. Дело в том, что Санта-Клаус в какой-то мере напоминает того эфемерного короля праздника. Через 48 часов эти снимки увидели по всей Франции. Они вызвали большой скандал, очень большой скандал, потому что все увидели, что церковь сожгла Санту. В то же время выяснилось, что мэр Дижона, очень религиозный человек, Феликс Кир, не знал о сожжении. И на следующий день он поставил другой спектакль. Санта спустился вниз с одного из самых высоких зданий в Дижоне, с крыши муниципалитета. Потом Кир сделал заявление в прессе, отвергая факт смерти Санты и называя случившееся грубым фарсом. Это вызвало ссоры среди интеллигенций, которые длились несколько лет. Газета «Корифор» предоставила площадку для общения защитникам и обвинителям. Подсудимый Санта-Клаус, встаньте. В лагере защитников Санты оказались такие люди, как Жан Кокто, Жильбер Сесброн или Клод Левистрос, который написал большую статью, посвященную Санта-Клаусу. Обстановка накалилась еще сильнее. Пока дети верят в Санту, их души чисты, они могут видеть Бога. Жаль только, что со смертью Санты универмаги потеряют источник заработка в Рождество. Вы хотите, чтобы ваши дети принимали Христа за дарителя? Я обвиняю вас в том, что вы уравняли осуждение Санды с публичным сожжением. Сжигать Санта-Клауса все равно, что сжигать детей, как еретиков, поскольку они верят в него. А иначе вы сжигаете их мечты. Речь не о том, почему дети любят Санту, а скорее о том, почему взрослые выдумали его. Эти яростные споры не охладили восторгов, которые вызывает Санта у детей во всем мире. Каждый год Санте отправляются миллионы писем. В 1985 году почтовое отделение Санты в Раваньеме получило 17 миллионов писем из сотни стран. Почтовым службам пришлось справляться с такой необычной ситуацией. Знаешь, Санта, скажу тебе по секрету. Быть ребенком тоже непросто. Родители хотят, чтобы дети были послушными и хорошо учились. Попроси эльфов положить батарейки, потому что обидно, если из-за батареек я не смогу поиграть с подарком. Во Франции человеком, который принял решение официально отвечать на письма Санте, был министр связи по имени Жак Марет. Когда он возглавил почтовую службу, он обнаружил, что сотни тысяч писем, отправленных Санте, не доходят до адрес Санта. Это неприемлемо. И он решил создать команду секретарей Санты и попросил свою сестру, Франсуазу Марет, стать первым секретарем в этой команде. Франсуаза Марет известна больше как писательница Франсуаза Дольто. Франсуаза Дольто понимала, насколько важно детям мечтать, фантазировать и иметь хорошее воображение. Это замечательная коробка с вещами для малышей, которые присылают дети со всего мира. Взросление – это шаг вперед, поэтому дети шлют Санте свои пустышки, бутылочки для молока и игрушки. Дети растут, и эти вещи становятся им ненужными. Они присылают их мне, а мы переделываем их для оленят. Это очень полезно. Обратная сторона легенды о Санта-Клаусе – это осознание ребенком того факта, что Санты не существует, и что на самом деле подарки приносит его папа. В шесть лет мы пошли в начальную школу. Это было обязательное обучение. И там были дети постарше, которые говорили, да они еще в святого Николая верят, а через год-два мы поняли, что подарки приносили наши родители. Иногда по телевизору показывают рекламные ролики про продажу игрушек. Я всегда удивлялась. Если игрушки делает Санта, то зачем он их продает? Санта их и так принесет. Зачем же их тогда покупать? Правда? И у меня появились сомнения. Я подумала и решила, раз игрушки продают, то, наверное, родителям приходится за них платить. И сейчас на Санту обрушивается шквал критики. Выстоит ли он? Борьба началась, он под прицелом. Иисус Христос против Санты. Кто истинный дух Рождества? Кто был первым? Санта — это символ капитализма. Он разрушает планету страшно вредным напитком. Нездоровый едой. Его здоровье в ужасном состоянии. Высокий холестерин, диабет, гипертония. Возможно, рак легких из-за привычки постоянно курить. Люди хотят его повесить, распять. Они критикуют его за то, что прошли годы, прежде чем он явился в образе черного Санты. А чего вы ожидали? Он только образ, который создали люди. Отражение нашего общества. Много времени ушло на то, чтобы его приняли в виде темнокожего человека, особенно в некоторых частях США. В Голландии, где он каждый год появляется одетым, как Святой Николай, возникают споры из-за его верного спутника, Черного Пита. Люди критикуют эту голландскую традицию как расистскую, ведь здесь плохой парень темнокожий. Разгневанные люди устраивают марши протеста, и власти Голландии решили сделать Пита менее черным, делая вид, что он просто измазался сажей, пробираясь через трубу. Но протесты не прекратились. Легко увидеть, что одна из констант в истории Рождества – это бесконечные жалобы людей на то, что праздник потерял истинное значение. Люди волнуются, что все забыли подлинный смысл Рождества. Ведь Рождество – это время ностальгии, когда мы оглядываемся назад и беспокоимся о том, что упустили. Лично я не вижу ничего интересного в том, что Рождеством стали торговать. Интересно то, что мы этим обеспокоены, и это волнение показывает, куда в целом движется наше общество. С незапамятных времен люди пытались либо изменить его образ, либо избавиться от него. Его запрещали, изгоняли, приносили в жертву, вешали, сжигали. Но Санта всегда возвращается. Каждую зиму, и пока есть те, кто в него верит, он будет жить в сердце и душе ребенка, который есть в каждом из нас. Есть много доказательств того, что Санта существует, но ни одно меня не убеждает. Иногда я не верю в Санту, но вообще думаю, что он существует.